Новости региона в эфире. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Второй день Маргаритинки. Торговые ряды заполнены. Чем удивляют гостей? Молодежи есть на кого равняться. Финал соревнований – навыки мудрых. Мастера гостеприимства на Пинежье. Заглянем в Марин дом деревни Чакова. Президент Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов. В общении с главой государства, которая проходила в режиме видеоконференц-связи, принял участие избранный губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Такое доверие – это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. А работы, по словам президента, предстоит немало. Не только вывести экономику на докризисный уровень, но и улучшить показатели в реализации национальных проектов. Комфортной должна быть среда для жизни, благоприятным – инвестиционный климат. И здесь Александр Цибульский как раз привел актуальные цифры. По итогам первого полугодия 2020 года мы планируем уже рост инвестиций в основной капитал на 17%. По итогам года планируем тоже рост. И думаю, что в следующем году у нас запланирована реализация несколько крупных инвестиционных проектов. Президент отметил, успех в решении многих задач зависит от того, как идет работа в регионах в каждом муниципалитете. Александр Цибульский анонсировал, что работа органов власти Архангельской области перестроится. Уход от отраслевого принципа к территориальному, при котором жители всех населенных пунктов должны почувствовать перемены, поможет в этом программа ускоренного развития «Вместе мы сильнее», которая версталась благодаря участию северян. Сначала жители приняли с насторожностью эту инициативу, но в дальнейшем нам удалось собрать больше 30 тысяч конкретных предложений от наших жителей, которые сейчас, собственно, и лягут в основу всех наших дальнейших практических документов, в том числе финансовых. То есть мы смогли приоритизировать те проблемы, которые больше всего волнуют людей. Планы – это хорошо. Надо, чтобы не было так, когда планов громаде, а результат минимальный. Но я вижу, ваш настрой, он такой боевой на самом деле. У вас многие вещи для вас звучат впервые. И в значительной степени это хорошо, потому что, как я уже сегодня говорил, свежий взгляд иногда помогает понять, что же является основным, главным. Избранный губернатор Александр Цибульский также поблагодарил главу государства за поддержку региона в решении важнейших вопросов. Переселение из аварийного жилья, капитального ремонта, стратегически важные для области, дороги на Онегу. Есть и понимание, как будут финансироваться эти работы. Артемий Заварзин, Регион 29. Более полутысячи предприятий и бизнесменов из 38 регионов страны в Архангельске официально открылась Маргаретинская ярмарка. В этом году сразу на нескольких площадках основной, как и прежде, является Нордэкспо. Там сегодня прошла презентация муниципальных образований Архангельской области и соседних регионов. Мария Даник расскажет, чем удивляют гостей. Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать к нашим няндамским рядам. Год-то пролетел, как просвистел. Столько же дел переделали. А Маргаретинскую ярмарку, ну никак мы пропустить не смогли. Шумно и ярко гостей ярмарки встречает няндама на стенде молочная продукция колхоза имени Ленина, которому в этом году исполняется 90 лет. Мясные деликатесы впервые представили рыбу с новинками из Шенкурский район. На Маргаретинку привезли сушеные овощи. В числе фаворитов – юлианка, партизанка, пареная репа, выпущенная по старинным рецептам и другие виды продукции. Морковка такая сладенькая и остренькая для водителей. А, как говорится, задремал за рулем, взял, пожевал и часа полтора можно ехать. В этом году практически каждый хочет удивить посетителей. Не исключение и котлос. Здесь сразу несколько разновидностей новой продукции. Тушенка из свинины, печенье с северными начинками, а также яйца с котлосской птицефабрики. Сейчас мы поставляем на рынок диетическое яйцо. Это яйцо, которому нету более семи суток. Это яйцо, которое с более повышенным количеством витаминов и питательных веществ. Большую площадь Нордэкспо занимают производители Северодвинска. В их числе дизайнер Татьяна Воротынцева. Девушка создаёт шедевры на платках. Морошка, грибы и другие дары северной природы становятся рисунками на аксессуарах женской одежды. Я вдохновляюсь нашей природой и пытаюсь передать через своё творчество мою любовь и восхищение теми показами, которые нам даны. Презентации муниципальных образований – новинка маргаритинки этого года. И, как отметили члены правительства, удачный формат. Привлекло хорошее настроение и желание сделать и презентовать свою продукцию так, чтобы это было интересно и запоминалось для всех архангелогородцев и тех, кто посетил сегодня нашу ярмарку и ещё посетит в ближайшие дни. Ну, конечно же, маргаритинская ярмарка – это один из самых известных брендов Архангельска, Архангельской области. Поэтому современное её звучание нас сегодня очень сильно и беспокоит одновременно, и одновременно мы тратим огромные ресурсы для того, чтобы она оставалась именно той ярмаркой, той задумкой, которая всегда в Архангельске делала вот это вот мероприятие таким неповторимым. Сегодня маргаритинки дали официальный старт. Впереди ещё два дня ярмарочного разгола. И не только в Нортэкспо. Мария Даник, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельске начала работу ярмарка вакансий «Приглашаем в Корабелы». Здесь можно получить информацию о том, какие специалисты требуются судостроительной отрасли, какая зарплата и даже сразу пройти собеседование. Севмаш сегодня обеспечен заказами на десятилетия вперёд, так что потребность в кадрах колоссальная. Если у соискателя нет специальности, то научат. В графике обучения учеников на этот год у меня 1540 человек. Мы в этом году примем 1540 человек учеников, научим им нашим специальностям, и они будут строить корабли. Средняя зарплата на предприятии 78 тысяч рублей, а, к примеру, зарплата сварщика 5-го разряда 130. На ярмарке можно получить консультацию и областной службы занятости. У нас на данный момент по территории Архангельской области 14 тысяч вакансий в базе данных. По Архангельску это 5 тысяч вакансий. И, соответственно, если кто-то из присутствующих не найдёт сегодня работу на производственном предприятии Севмаш, соответственно, он может обратиться в нашу службу и что-то потыщет себе по душе там. Ярмарка в Архангельском городском культурном центре закроется в 15 часов в субботу. Успевайте! По трассам, которые в этом году были отремонтированы в Архангельске, Новодвинске и Приморском районе, проехал федеральный ревизор. Он курирует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остался ли инспектор доволен, узнаем им Алексея Макеева. Федеральный ревизор по линии нацпроекта Павел Ручёв, уроженец Северодвинска. Скидок не делает ситуацию с дорогами, в Поморье хорошо знает. Осматривал объекты внимательно. В частности, ремонт на улицах Дреяра и Дежнёвцев на левом берегу. К новой картинке дорожники добавляют последние штрихи. Срок окончания работ по времени БКД у нас заканчивается контракт 30 сентября. До 30 сентября они устранят те замечания, которые сегодня были выявлены. И, соответственно, уже будет происходить приёмка данных работ на этом участке. Всего на левом берегу, учитывая улицы Тяговы, Вычегодскую и Сурповскую, отремонтировано 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Возведены тротуары. Остались у нас отсыпка газонов, частично недоделан тротуар, ну и устройство лерного ограждения. Всего же по нацпроекту в Архангельске в этом году отремонтировано 19 километров дорог. Столько же в планах в 2021-м. Например, в Новодвинске в новый асфальт оделись 4 дорожных километра. Общая стоимость более 83 миллионов. Две улицы Декабристов, 50 лет октября, все приняты. Все необходимые лабораторные исследования подтверждены. Пришли ответы положительные, всё нормально, в части качества. На автоматизированном пункте весогабаритного контроля автодороги Исокогорка-Новодвинск-Холмогоры уже полностью выполнены работы как по дорожному покрытию, так и по установке датчиков. Все объекты, они у нас запланированы к сдаче ориентировочно в середине октября, будут выполнены в сроке, будут сданы именно в срок, обозначенный государственным контрактом. На следующий год к ремонту по нацпроекту в Новодвинске запланирована городская часть так называемого Холмогорского шоссе, а также улица Первомайская. В целом, работа подрядчиков и качество дорог куратора нацпроекта устроила. Единственное, конечно, есть вопросы по взаимодействию между участниками проектного офиса, то есть по определенному решению задач, связанных с переносом коммуникации, с выносом коммуникации. Поэтому хотелось бы, конечно, пожелать руководству субъекта к этому отнестись более серьезно и все-таки решить эту проблему и не создавать лишних проблем и помех в движении. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Николай Кель, Регион 29. В Архангельске продолжается проверка по факту смертельного ДТП. Все случилось на улице Адмирала Нахимова. Водитель Тойоты не справился с управлением и допустил выезд на парковку у магазина, где столкнулся со стоящим большегрузом. А вот пассажир Тойоты от полученных травм скончал. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался. В настоящее время по факту данного ДТП проводятся проверочные мероприятия. Установлено, что погибшим пассажиром Тойоты был Алексей Ефремов, сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Далее полминуты рекламы, а после продолжим. Меховая фабрика «Зимняя сказка» в Архангельске. С 22 по 27 сентября. ТЦ «Корона». Скидки на все до 50%. Древесный наполнитель для ваших питомцев. Акция. 10 килограммов за 300 рублей с доставкой до вашей квартиры. Звоните. 46 0404. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. А знали ли вы, что настоящие мастера гостеприимства живут в Пинежском районе в деревне Чакола? Речь о создателях Марьиного дома. Они победили в федеральном конкурсе. На проект вдохновила знаменитая сказительница Мария Кривополенова. И гости в дом действительно выстраиваются в очередь. Дмитрий Чернаусов убедился. Сначала это был частный дом. Затем в этом здании располагалась сельская библиотека. А сейчас это место – настоящая точка притяжения на карте не только Пинежского района, но и всей Архангельской области. Кто же знал, что в это старенькое здание, в небольшой деревне Чакола, будут приезжать творческие люди со всего мира? Художники, дизайнеры, певцы, театралы, журналисты, фотографы. Для всех них Марьин дом открыл двери ровно год назад. Особое воспоминание про театрала и художника Николь Гарно. Она приехала из Чикаго. Здесь зарубежная гостья ходила на зимнюю рыбалку и даже ездила на мотособаке. У нас ведь занавески нет, у нас ставлю. И когда у нас приезжала Николь Гарно, я говорю, занавески может слабить, все-таки она была зимой. Да вы что, ничего не надо закрывать. А вот открыть для себя стоит творчество знаменитой землячки, легендарной сказительницы Марии Криополеновой. Именно ее творчество и жизнь вдохновили чакольских активистов. В столице на выступлениях Криополенова собирала полные залы, а ее творчеством восхищались даже Пастернак и Азаровская. Но вот имя легендарной сказительницы знакомо далеко не всем. Вернуть его решили три северянки. Написали проект и выиграли президентский грант. Общаясь с резидентами, очень часто мы задаем вопрос, вообще как вы про нас узнали, откуда вы про нас узнали, чем вам интересно пенежье. Ну, во-первых, да, сейчас это модно, да, я не люблю, конечно, на это ссылаться, но это действительно сейчас вот в тренде, грубо говоря, да. Вот именно обрядовая культура, север, потому что люди, люди, творческие люди, они соскучились по чему-то настоящему, по чему-то по такому сакральному, неизведанному. Совсем недавно проект «Марьин дом» был представлен всей стране на конкурсе «Мастера гостеприимства» и стал финалистом. И тот язык, которым пользовалась Марья Дмитриевна, это поморская кувория. Она возвращает нас обратно к корням, и зная этот язык, и слушаешь его, наслаждаешься, как будто мед на душу. И я рада, что появился такой дом, он будет сейчас помогать всем русским вернуться к своим корням. Помочь бы неплохо и самому проекту. Например, сделать хорошую дорогу до Чакалы, где, к слову, даже мобильной связи еще нет. Зато есть красивые истории и люди, которые будут рады новым знакомствам. Дмитрий Черноусов, Регион 29. Продвижение онлайн без бюджета для представителей областных учреждений культуры вопрос насущный. Деньги на это выделяют скромные. Около 40 представителей районных музеев, библиотек и дамов культуры сегодня учились правильно позиционировать свои проекты в интернет-пространстве для более эффективного диалога с аудиторией. Заинтересованы и учимся самостоятельно, может быть, проводить такие мероприятия, организовывать их, продвигать учреждения через интернет-ресурсы. Но было важно, чтобы именно услышать какие-то нюансы, тонкости именно от специалистов. Как заверили организаторы Международный кинофестиваль «Арктик Оупен» и Центры социальных инициатив, цель мероприятия – обучить работников культуры правильной и дистанционной работе с пользователями для расширения аудитории. Да, мы работаем в онлайне, но, как и для всех, для нас, естественно, очень важен прямой контакт с людьми, потому что он, наверное, более эффективен сейчас для нас. Специалисты из Москвы и Белгорода совместили обучение с онлайн-трансляцией для всех желающих на федеральном сайте «Культура РФ». Не успел пройти финал конкурса молодые профессионалы WorldSkills. Среди молодежи, как стартовал третий национальный этап навыки мудрых, наш регион впервые в этом году представляет сразу два конкурсанта из Архангельска и Котласа в компетенциях преподавания в младших классах и электромонтаж. На площадке учитель начальных классов Лидия Пацевич, 46 лет стажа. Педагога мечтала быть с детства, очень хотелось быть похожей на первую учительницу. И вот теперь пример берут уже с нее. В финале Лидии предстоит обобщить опыт, компетенции, преподавание в младших классах, а затем составить план перспективного роста, да еще и дать мастер-класс студентам. Очень хочется работать на новом оборудовании, очень хочется, чтобы были современные интерактивные доски, панели современные, документ-камеры, чтобы были в каждом кабинете. Потому что это детям интересно, это время требует этого. Поэтому здесь на площадке, ну просто удовольствие одно готовиться. Так что я изучаю тоже новое, знакомлюсь с новой техникой и применять хочется. Финал в этом году особенный. Соревнования проходят на домашних площадках и конкурсант должен выполнить задание под прицелом видеокамер и внимательным взором экспертов, которые оценят его работу. Участник создает свой сайт и на сайте выкладывает все материалы, которые вот за эти конкурсные испытания он создаст. Соответственно все эти материалы, они открываются главным экспертом и главный эксперт совместно с экспертами оценивает все уже в центре. В этом году на региональном этапе было 20 участников, которые боролись в четырех номинациях. Поварское дело, парикмахерское искусство, преподавание в начальных классах и электромонтаж. Итог отличный. Впервые наши конкурсанты попали на федеральный этап. Здесь такое общение этого преподавателя с нашими студентами, будущими преподавателями начальных классов. То есть вот такая связка очень важная. Действительно связь поколений, передача опыта – это одно из таких очень важных направлений вот этого мероприятия «Навыки мудрых». По итогу столичные эксперты оценят мастерство участницы и объявят результат в начале следующей недели. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. А закончить выпуск хочется тем, с чего обычно начинаем. В регионе за сутки 151 новый случай коронавируса большинство в Архангельске. Берегите свое здоровье и здоровье близких. И обязательно увидимся в понедельник с хорошими новостями. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова